Привет! Продолжаем! Сначала 10 килограмм или 100 Нм И теперь два раза по 60 и один раз 30 градусов Что касается болта коленвала Затянул его 10 килограмм и 60 градусов Я не стал больше еще раз 60 и 30 градусов Потому что честно говоря очень сыгодно Мне кажется и так он очень сильно затянутый Ну просто короче страшно Вот Теперь в принципе мы можем вытащить блокиратор коленвала Раз И попробовать его прокрутить Давайте наметим Давайте наметим Все крутится Оборот целиком Так Ну что Ставим свечи Ставим форсунки Я еще раз блокиратор вставил После того как провернули И у меня показывают все классно Полностью лежит Полностью лежит Блокиратор На постели крышки Здорово Еще раз вытаскиваю Так я сказал форсунки Форсунки конечно же мы поставим После того как крышку поставим Свечи накала Как и форсунки Мы обрабатываем керамической пастой Потому что вытащить их в ней было не очень просто Потом я прошелся еще резьбу прогнал И вот чтобы этого больше не повторилось Мы сделаем вот это Две свечи новые Две свечи старые По нормальному конечно Свечи меняются все Но в этом случае мы делаем вот так И затягиваем Динамометрическим ключом С усилием 18 Нм Хотя честно сказать Мало кто этим занимается Обычно просто от руки затягивают и не парятся Но так как мы видео снимаем С предъявой на как положено делать То давайте так и сделаем Хотя конечно справедливости ради надо сказать Что далеко не все что мы делаем Делаем так как положено Есть Да это прокладочка такая дубоватая Ее еще извлечь надо умудриться Потому что она так жестко Видали Меняем ее вовремя и верно Блин я первый раз Выдираю эту прокладку кусачками Мне показалось что она не сильно дубовая Но вот Вот эта центральная часть прокладки И она такая уж Явно не веселая Сразу коллектор к турбине прикрутим Чтобы потом не корячиться Там в принципе особо-то корячиться не надо Там просто Такая крышечка под воздушным фильтром Ее открыть И через нее можно все это сделать Ну Гораздо удобнее сделать Когда Когда вот так И еще не забыть Вот эту шлангу которую мы откручивали От головки Закрутить ее назад К головке Ну Теперь можно поставить и крышку Еще раз проверяем Чтобы резинка у нас вошла Четко в саму крышку Вот Вот здесь особенно в задней части Такие Полумесяцы Вот Вот эти вот Они очень любят Выскакивать Из своих пазов Поэтому Неплохо Будет их Проконтролировать Дополнительно У нас все стоит Хорошо У нас все стоит Новые прокладочки под форсунки Седла я фрезернул Старые прокладки вытащил Я много раз просто это показывал Если кто-то не видел А информация нужна Посмотрите в моих видео Пропуск форсунки Фрезеровка седла Там найдете Просто повторятся каждый раз Об одном и том же С форсунками делаем то же самое Что и со свечами Мажем их Керамической антипригарной пастой Знаете любопытно бывает иногда Почитать комментарии Когда делаешь такой ремонт Ремонт непростой Очень много нюансов И сидит какой-то Быдловатая Дебильновато На диване Читает комментарии Читает пишет комментарии Типа ты посмотри Он всю машину засрал Он как дунул и аж масло полетело Часть всего такие комментарии пишут люди Которые Вообще в жизни ничего руками не делают Они привыкли контролировать Они слышали Как должно быть Ты как в анекдоте Товарищ прапорщик Говорит Я не знаю как надо Но вы делаете неправильно Вот точно так эти комментаторы Менял там какую-то вещь А аккуратности вообще никакой Я вот заметил Что ты рукой взялся Солидоли за крылом Ну это так Лирик Вставляем Форсунки Аккуратно Пытаемся Пытаемся не ударить Распылителем форсунки По какой-нибудь металлической конструкции Очень важный шнур Управление форсункой Забудем его назад поставить И потом будем голову ломать Что же мы сделали не так Почему машина стала Хуже работать чем работала Форсунки тоже прижимаем Динамиометрическим ключом С усилием Один килограмм То есть десять ньютон метров Так Ну что Перейдем теперь к монтажу Электрическая часть Ни в коем случае Ни в коем случае Я не настаиваю в правильности Последовательности ремонта Который я делаю Я делаю так Вы можете это делать по другому Я где-то ошибаюсь Где-то парюсь Где-то может быть даже переделаю Бывает что Ну а вы глядя на мои ошибки Этих ошибок не повторите Что касается впускного коллектора Для впускного коллектора У нас тоже обновки Вот Эти обновки Как мы с вами уже видели Просто необходимы Например Вот это кольцо У нас только одно Иначе Вот эти направляющие Для болтов Они просто Выпадают Прицепом Сразу поменяем Вот эти Которые шли Тоже у нас в комплекте Не идут Эти в комплекте Не идут Вот эти Сейчас я вам покажу Эти пять штучек Я купил Почти 30 евро Они обошлись Дальше мы меняем Вот эти Вот эти квадратные Но они такие Еще и Неплохи Ну чуть-чуть Так они Съежные Ну совсем Совсем Безначительные В принципе Достойное Состояние И вот эти Вот эти В худшем состоянии У нас Насколько я могу это судить Да Здесь разница у нас Гораздо больше Видимо эти квадратные Судя по высоте Менялись Не так давно Датчик давления коллектора Не забываем Подсоединять И очень важно Иногда бывает так Что вот эти Прокладочки Падают В окно Впускного коллектора И это никак Не видно Поэтому Крайне Аккуратно И как я уже говорил Если есть Хоть малейшее Сомнение Что все пошло Как положено Без никаких Вообще Снимаем И пересматриваем Поверьте мне Гораздо легче Снять и пересмотреть Чем потом Ремонтировать Поршневую Ремонтировать 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 на вакуумный нагрев стужная прокладка пришла в комплекте этот болтик мы поставим но мы его потом будем снимать чтобы как бы зацентровать здесь прокладку тоже меняем раз знакомый приехал сам машину ремонтировал текло из-под суда он взял поменял прокладку так как машину не разбирал закрутил мимо резьбы криво короче кошмар пришлось пришлось реставрировать резьбу а это та еще затея потому что неудобно или надо все разбирать короче будьте аккуратны а а а а а и и а и и и и и и и и Сжимаем натяжитель. Сюда оставляем шплинт и можем ставить ремень. Прокладку на термостате тоже меняем на новую. Для облегчения монтажа мажем лазеринчиком. И ставим на свое штатное место. Для того, чтобы нам все проверить, что мы сделали, нам осталось совсем чуть-чуть. Залить жидкость гидроусилителя, залить масло, поменять фильтр и подсоединить аккумуляторы. Можно пробовать. Масло 5,5 литров. Гидроусилитель. Гидроусилитель Dextron 2 АТФ. Обычный, без понтов. В пустую систему заливается 1 литр. У нас здесь будет меньше, потому что мы не сливали полностью. Когда машина заведется, оно еще чуть просядет. Потом добавим. Ну что, подсоединяем аккумулятор и пробуем заводить. После таких ремонтов всегда немного ссыкотно заводить машину. Хотя вроде как я руками проворачивал и все работало. Вот. Воду я еще пока не заливал. И еще я не заливал. И все остальное залил. Нам все равно придется еще аккумулятор отсоединять. Потому что нам все это собирать. Ну короче, сейчас у нас первая свадьба. Поехали. Так, что-то не хочет заводиться. Давайте мы сейчас открутим форсунки. И попробуем. Воздух выгнать от этого. В принципе, ничего другого там быть и не может. Правильно? человек. И причем, у нас Ленина, мы уже не ставим фонг Actually. Ну мне Holiday. А это дойдя. Поехали. ... так отлично солярка пошла пробуем еще раз заводить ну вот где то так значит что нам осталось нам осталось принципе все собрать на свои места и все поэтому основная работа у нас закончена мы заменили цепи мы завели машину все у нас замечательно если кого-то интересовал ремонт именно до этого момента то всем удачи всем пока увидимся в следующих видео а тем кто кому интересно как машина отсюда выйдет своим ходом после финального монтажа мы с вами продолжаем разумеется возникнет резонный вопрос можно ли поменять цепи не снимая головки потому что демонтаж монтаж головки это такое дело затратное болты прокладки и прокладки болты вот в принципе можно я когда-то это делал на трехлитровой модели по моему я снимал поддон и подсовывал крышку потому что как вы понимаете все дело в извлечении крышки ну во первых положено делать вот так положено снимать головку снимать поддон снимать крышку все разбирать менять и потом собирать ставим крышку ставим головку ставим поддон но мы снимали головку еще по одной причине потому что клиент хотел посмотреть в каком состоянии находятся цилиндры в каком состоянии находятся поршни и клапана вот так а так в принципе ну да по моему ничего нам не препятствует чтобы поменять цепи не снимая головку будет это не совсем удобно но можно а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...